20 лет мирной жизни и три года на войне. Петр Илугин не успел создать семью. Молодым парнем он ушел на фронт и не вернулся. Он ушел в Сундерского военкомата в 1939 году в армию. Получается, в 1939 году в армию он сразу попал в финско-русскую войну. В 1941 году, не приходя домой, он сразу пошел в Великую Отечественную. Родственники долгое время верили, Петя жив. Либо потерял память, либо пропал в плен. Поисковики, которые нашли останки красноармейца, рассказывают, что шансов выжить у бойцов отдельной 51-й армии не было никаких. 18 октября 1941 года 11-я немецкая армия начала операцию по захвату Крыма. К 16 ноября почти весь полуостров был захвачен. В декабре-январе 1941-1942 годов Керченский полуостров был возвращен. Но уже 18 января вермахт вновь отбил Феодосию. Советские войска несколько месяцев героически удерживали один из последних рубежей обороны Крыма. Весной 1942 года велись самые ожесточенные кровопролитные бои. По различным данным, здесь погибло от 170 до 300 тысяч наших солдат. В прошлом году, меньше чем за два месяца работы, поисковики смогли обнаружить останки почти 100 солдат и офицеров. Четверых из них удалось идентифицировать. Среди них и наш земляк. Установить личность ефрейтора Петра Илугина удалось по записке, которая почти в идеальном состоянии сохранилась в капсуле, которую солдат носил на грудном кармане. Отдать дань памяти герою пришли жители деревни Юнга. Взрослые, школьники, ветераны и, конечно, родственники. Он был первый помощник дома, потому что они без родителей росли, сиротами. Он два года только поработал дома. Он был очень умный, хорошо начитанный. Спасибо, что вот эти поисковики, поисковый отряд «Атизна» нашли. И сейчас интернет хорошо работает, нашли через интернет. И мы узнали, что у нас безвест не пропал. А только всю жизнь читали, что он безвести пропавшим был. Бойца хоронили со всеми пучестями, провели по нему панихиду и проводили в последний путь всем селом. Спустя семь десятилетий Петр Илугин обрел покой на родине. А самое главное, теперь Валентина Егорова, ее дети и внуки смогут положить цветы на могилу своего дяди, героя, бойца. Подвиг односельчанина не забыт. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика.